Такой действительно провокационный вопрос, как мне сердце подсказывает, так я и делаю. После этого стали замедлять YouTube. У меня есть друг в Москве, это Григорий Лепс. Кстати, привет большой. Мы победили тогда, мы победим и сейчас. Моя мозаика, это мой пазл, который я создал. Пока я здесь нахожусь, пока я живой, пока я здесь служу России, народу России, значит я нужен. Здравствуйте, дорогие зрители канала «Аргументы и факты». Меня зовут Ольга Шаблинская. Сегодня у нас потрясающий гость, заслуженный артист России. Автор всенародно любимых хитов «Я русский», «Встанем» и множество других. Ярослав Дронов, которого мы все знаем как шамана. А если там провокационный вопрос, а сколько стоит ваша победа? Привет, Россия! Знаете, это же Помните, когда Иосифа Сергеевича Сталина Помните, когда машина под названием Родина И почем Родину будете продавать Это вот примерно так же Поэтому тут такой действительно провокационный вопрос Но на провокационные вопросы Мне кажется, отвечать не стоит Потому что любой ответ Он будет не в масти А вы любите по масти, чтобы все было? Ну, безусловно, лучше, чтобы все было правильно Чем неправильно, как у любого нормального человека Но опять же, кто знает, как жить правильно А кто знает, как жить неправильно Тут уже каждый Живет по-своему И лично я живу по своему сердцу Вот как мне сердце подсказывает, так я и делаю То есть если мне внутренний Голос сердца А внутренний голос Как правило, это голос Бога Как он мне подсказывает, так я и делаю Так я и поступаю, так я и живу Может быть, это Когда-то Эти поступки бывают и нелогичными, но по прошествии времени, по прошествии нескольких лет, оглядываясь назад, я понимаю, что все было настолько правильно, даже эти нелогичные поступки, если бы их не было, я бы не был сейчас здесь перед вами, на этом стуле, не общался с таким прекрасным созданием, как вы. Это так прекрасно, что вы так умеете женщинами обращаться. Это так редко. А про женщин вам супруга подарила эта машина? Нет. Это вообще отдельная история, потому что на самом деле машину «Победа» мы искали с моим администратором, когда находились в туре, с Антоном. И когда мы были в туре, у нас было ограниченное количество времени, потому что если видели машину, она была и в наклейках, чтобы шрифты совпадали, «Шаман», «Красная Победа». Ну, в общем, нужно ее было еще довезти до ума, тюнинговать, поэтому нужно было срочно найти эту машину, чтобы она еще была на ходу. Понимаете, в хорошем состоянии найти машину 50-х годов практически нереально. И мы все-таки совершили чудо за неделю, наверное, в Москве мы нашли этот автомобиль. Причем, я не помню, а мы находились в этот момент в городе Архангельск, когда, собственно говоря, мы нашли этот автомобиль. Ну и все, и после этого, да, получается, с администратором мы его нашли. — Это какая-то музейная машина или какой-то дремучий дедушка держал в гараже? Что это? — Я, честно говоря, не владею до конца информацией, потому что как раз я поручил это Антону, и он этим занимался. А он, в свою очередь, поручил это своему другу. Поэтому там вот целая такая череда событий. Но самое главное, хорошо то, что хорошо кончается. Мы успели срок, и машина «Победа», я на ней подъехал, красавица, вот к американскому посольству. 19 июля, как раз-таки, где я устроил митинг. — Это был отдельный у меня вопрос, но вы сами на него вышли. Вы знаете, это было, конечно, очень эффектно, но еще более было эффектно, что после этого Джозеф Байден снялся с предвыборной гонки. Я читала комментарии у ваших подписчиков, поклонников, они пишут, ну вот, он уже шаманит на других континентах. — И еще после этого стали замедлять YouTube. — Байден болеет сейчас, если он умрет, а что-то изменится, у американцев откроются глаза на происходящее сейчас в мире? — Вы знаете, мне нет никакого дела до этого. Мне главное, что происходит в России. — Но что я могу сказать на это? Я сделал все, что мог. — Есть у вас друзья, которым вы прям по-настоящему доверяете? — Есть. Буквально недавно я, наверное, месяцев несколько, месяцев там два-три в интервью говорил, что в Москве у меня нет друзей. И, видимо, не заслужил еще пока что. Ну так вот вышло. Да, понятно, что есть отношения там приятельские, там с коллегами по цеху и так далее. Но вот друзей таких, близких нет. И вот буквально этим летом мы с Григорием Лепсом общались с ним, вы знаете, достаточно давно, уже года два назад мы с ним познакомились. И вот этим летом мы с ним, я написал песню, наш с ним будущий дуэт, мы с ним очень так на этой почве сблизились, подружились. И он объявил меня другом. И я его объявил другом. Недавно судьба подарила мне близкого человека, настоящего друга, настоящего мужчину, с которым я решил спеть дуэтом. И я написал для нас эту песню. Его имя и голос вам хорошо знакомы, а сам он не нуждается в особом представлении. Скажу просто. Народный артист России Григорий Лепс! С праздником, Россия! Всем счастья, всем здоровья! Ура, товарищи! Так что теперь я могу сказать со всей ответственностью, вот у меня есть друг в Москве, это Григорий Лепс. Что это значит? Дружба, это же понятие круглосуточное, именно на этом мы с ним и сошлись. И сейчас на автодозвоне, в телефоне у меня стоит контакт, он не может позвонить и в 3 часа ночи, что и делает. Или в 4, даже как бы там, когда я сплю. Или я ему могу позвонить в этот момент. И, допустим, сказать ему, что-то мне как-то это... Я приеду, допустим, давай повидаемся. Я сегодня заступаюсь в том числе и за своих коллег, и за моих друзей, которых действительно заблокировали и несправедливо. И за моего друга Григория Лепса, с которым мы прекрасно общаемся, вот уже очень тесно и близко общаемся, вот уже последнюю неделю. И все, я уезжаю, собираю вещи, через какое-то время я у него, мы с ним сидим, чай пьем, какие-то, не знаю, душевными переживаниями делимся. Ну и это происходит там в 4, в 5 утра, может быть, до 6, а потом можешь вообще и как-то даже забываешь поспать. Ну вот, собственно говоря, и какие-то такие трудные моменты, которые тоже, ну уже за это время были, тоже как-то вот мы так их вместе преодолевали. Поэтому вот смогу так со всей ответственностью сказать, что у меня есть друг в Москве, это Григорий Лепс. Кстати, привет большой. Скажите, пожалуйста, вы реально... И ждите наш тюэк. Вы реально прям только чай пьете на чай? Ну я, если спать хочу, я могу и пару чашечек кофе выпить. Ну а так как бы еще и, можно еще и водички, я же много воды пью. То есть я где-то литра 3, наверное, в день выпиваю. Это был провокационный вопрос, не пьете ли вы ночами алкоголь с Лепсом? Ну нет, тут же ведь надо же поговорить, все-таки мы не за этим. Во-первых, когда человеку, ну когда мне не очень хорошо, с горя вообще не рекомендую никому пить. Выпивать надо всегда на радостях, когда вот у тебя есть хорошее настроение. Вот мне буквально недавно президент подписал, Владимир Владимирович Путин подписал указ при своении мне звания заслуженного артиста России. Это было 22 июля. У меня как раз был концерт, фестивальный, сольник, аншлаг, 2500 людей. И уже практически закончился концерт. Я зашел за кулисы перед песней на бис. И мне как раз Антон, администратор, показывает телефон. Там указ подписан, говорит, дали звание заслуженного артиста. Естественно, это прям эмоции. Я от концерта еще не отошел. И я выхожу перед последней песней, перед завершающей композицией на бис. И во всеуслышание это объявляю. Только что, как только я заходил за кулисы, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин присвоил звание заслуженного артиста России. Народ, конечно, прям, ему это очень понравилось. Он поаплодировал. Ну и вечером, конечно, мы отметили это событие. Это можно увидеть там где-то. Выпивая водочку, разбивая рюмку. Это все как бы... Я же живой человек. Такое ничто человеческое мне не чуждо. Несмотря на то, что шаман. Ну, шаман-то я на сцене. А в жизни я Ярослав Дронов. Простой русский парень. С душой нараспашку. Под бежевая рубашка. Давайте теперь про вашу новую программу, которая называется, очевидно, как «Победа». Она заявлена как программа, которая изменит ход событий. Как журналист я понимаю, что такой эффектный пресс-релиз. Но вот мне интересно, вы реально верите в то, что какая-то программа прям вот может такой эффект произвести? Идея названия этой программы у меня еще сложилась прошлой осенью. По-моему, в октябре, Антон, или в ноябре, примерно где-то 2023 год. Даже раньше мы были во Владивостоке. В Владивостоке, да. Это был август. Август. То есть, год назад я как раз задумывался, что дальше. Ну, то есть, я всегда, как Ярослав Дронов, как продюсер шамана, старается мыслить на опережение, что дальше. Вот. И мне пришло в голову слово «победа». Я считаю, что это правильное название, потому что третий год специальной военной операции. И моя задача как музыканта настраивать общественность, настраивать наших бойцов, которые сейчас на передовой просто героически отстаивают нашу страну, нашу родину. И моя задача как музыканта поднимать дух, поднимать дух людей. Сейчас я хочу представить вам артиста, который впервые выйдет на главную сцену страны. Мы познакомились с Егором 9 мая, в день победы. Его история и талант тронули меня до глубины души. И я дал слово, что напишу песню, которая будет посвящена Его Отцу и всем тем, кто дал жизнь за родину, за наше настоящее и будущее. И мне кажется, что, я думаю, что я не ошибаюсь, что лучший способ для этого – это назвать программу. И вы же понимаете, что это значит? Что во всех городах страны скоро будет слово «победа» на каждом шагу на афише развешанной. То есть, это как это, нейролингвистическая программа. То есть, понимаете, человек смотрит, у него от этого поднимается настроение. Вот это красным слово «победа», яркое. Он посылает в своем сознании мысли в космос. А если он один человек увидит, потом же там не один увидит, а много человек будет. Те, кто будут ко мне на концерт, это же целый город будет проходить, видеть победу, победу. И они все об этом будут думать. Вся страна будет думать о победе одномоментно, начиная с сентября месяца, когда уже стартует тур по городам страны. И мне кажется, что как раз-таки именно это, потому что вся страна будет об этом думать, приблизит победу. Победа будет в стране! Победа будет в стране! Победа будет в стране! Вы собираетесь с этим гастрольным туром до победы гастролировать из Витязова? Ну, вообще, слово сильное. Мне кажется, что как только это случится, мы же потом будем праздновать победу. Я думаю, что этот тур будет еще актуальным и после того, как победа случится. Поэтому вот такая задача. Но самый старт этого тура и первый большой концерт и презентация этой программы, в которой, безусловно, будут и новые песни, и всем полюбившиеся уже хиты, она состоялась 22 августа, в день российского флага, на Красной площади, в самом сердце нашей необъятной Родины. И это, конечно, было эпохально, триумфально и просто незабываемо. Были сложности определенные, потому что это беспрецедентный случай, когда на Красной площади, в самом центре нашей Родины, проводятся не парады, не какие-то государственные мероприятия, а именно вот сольный концерт. Сольный концерт, музыканта, ну теперь уже заслуженного артиста России. Ну вы и на Поклонке пели. Ну то есть у вас такие масштабные, скажем так, исторические места в Москве, а на Поклонной горе как-то? Ну там был не мой сольный концерт, понимаете, а тут уже целиковый сольный концерт. Вот в этом и заключаются масштабные события, в этом-то вся соль, вся суть. Все-таки вернемся не просто к NLP, а к тому, может ли песня действительно повлиять на ход истории. И вот есть действительно песни «Вставай, страна огромная». Которая помогала, вдохновляла войну, но вот чтобы меняло ход, такого не было. Или может вы знаете, а я вот, например, не знаю. Но мы же ведь не знаем, что могло бы быть и какие результаты этой войны могли бы быть, если бы этой песни не было, если бы эта песня не была создана, не была написана. Поэтому история не терпится слагательного наклонения. Случилось так, как случилось. Мы победили тогда, мы победим и сейчас. Тогда звучала песня «Вставай, страна огромная». Сейчас звучит песня «Встанем». И это, кстати говоря, мне буквально сегодня, как ни странно, сегодня у меня эта мысль врезалась в голову. Получается, что это параллель действительно. Хотя при этом я, когда писал эту песню, я об этом даже не думал, не знал. Но так получилось, что песня «Вставай, страна огромная» кажется, была написана на второй, или в первый же день, когда случилась война. А песня «Встанем» я выпустил 23 февраля 22 года, за день до специальной военной операции. И 24-го как раз уже вся страна ее подхватила. И это вот, ну скажем так, песня, такая моя первая ласточка, благодаря которой на меня обратили внимание очень большое количество людей. И вот именно с этой песни дальше уже пошло мое движение, концерты, уже гастроли. И уже стал как бы что-то из себя представлять как артист. Написана она у меня была вообще-то 1 января или 2-го 22-го года. То есть, получается, там за два месяца до специальной военной операции. Честно говоря, это, наверное, у меня до этого никогда не писал песен подобного плана патриотических. И я, честно говоря, даже не знаю, почему вот так вот в соавторстве нашим небесным творцом такая песня родилась. Я не знаю, почему. Мне кажется, что из-за того, что я достаточно долго шел, чтобы занять свое место под солнцем, 15 лет, мой путь был такой осознанный, творческий. И хотя на сцене вообще с 4-х лет, через 2 года будет 30 лет, как я на сцене. А как вы думаете, почему вас часто обвиняют в том, что вы патриотизм взяли как коммерческую идею, как-то вот номенклатурнинга, так все? Понимаю, но я на это так отвечу. Вот если чуть-чуть назад отмотать пленочку, 9, 10 и 11 марта концерты сольные три подряд в Крокус-Сеть-Холл. Когда он еще был до трагедии цел. Концерты подряд. Три Крокуса. Три аншлага. Программа называлась «Внимание!» «Ты моя!» Лирическая программа. Мы продлевали 8 марта. Три аншлага подряд. То есть в моем репертуаре, к чему я это все говорю, есть песни не только патриотические, но есть песни и лирические, и такие легкомысленные частушки даже, можно так сказать. И рок-композиции, и композиции религиозные, и философские, и прародительные. Ну, в общем. Отдам я, не глядя, свою за твою. Ведь я тебя, мама, не просто люблю. Я все отдам на свете, мама. Снай, ты только до меня не умирай. И в том числе и патриотика. И это все грани моего творчества. Это все то, что я не хочу прятать. Это все то, что... И даже народные песни есть. Это все то, что я хочу показать. Потому что это моя мозаика, это мой пазл, который я создал со своим чувством такта, вот как мне это кажется правильно. Так что вот такой коктейль, который я создал, называется «Шаман». Поэтому в моем творчестве есть абсолютно разные песни, и не только «Патриотик». Поэтому те, кто считают... Да, безусловно, сейчас самая яркая, конечно же, грань, составляющая моего творчества, это, безусловно, патриотические песни. Потому что сейчас очень такое обостренное, сложное время, в котором мы живем. И, безусловно, я как человек, который живет, который родился, вырос и живет в этой стране, сейчас понимаю, что страна нуждается в поддержке. И я как могу ее поддерживать. Буквально 12, 13, 14 августа был очередной мой приезд. Города Новороссии. Не знаю, по-моему, пятый, наверное, или шестой раз я там как раз-таки приезжал на Запорожскую, на электростанцию, которую обстреляли. Потом еще заехали в Токмак, город там тоже потом. Мы уехали, на Тоненького прошли, тоже обстреляли. Ну, то есть мы прям очень близко были к границе. И вот я прекрасно понимаю, что сейчас люди там нуждаются в моих песнях, и это надо видеть были глаза этих людей, которые говорили, ой, да ладно, сам шаман приехал. Я, ты понимаешь, что, когда говорят, а страшно там было, а не страшно, ты не думаешь об этом, ты реально служишь просто народу. Служишь народу России, ты приезжаешь, и, во-первых, такие поездки, вот такие концерты, они и остаются на всю жизнь в памяти. Потому что я точно понимаю, что эти дни я точно прожил не зря. Как-то так. Вы предвосхитили мой вопрос. Я спросила об этом Олега Газманова. Я говорю, слушайте, ну вот если честно, свистят пули, бомбы, там, не знаю, все это, я не знаю, как женщина, не разбираюсь, какое оружие, но там постоянно риск погибнуть. Говорю, вам не страшно? Он говорит, конечно, страшно, я же не идиот. Говорит, ну, преодолеваю. Вы сказали, вам не страшно. Ну вот, а вот если вы прям совсем-совсем, вот прям что вы там чувствуете? Вы знаете, у меня очень в этом плане простая философия. Как говорил, кажется, Амброй Сеоптинский, все свои скорби и немощи я переложил на Господа Бога. Поэтому вот пусть он печалится, когда мой срок на этой планете закончится, знает только он. и пока я здесь нахожусь, пока я живой, и пока я здесь служу России, народу России, значит, я нужен, значит, мой путь еще не окончен. Если случится чего, как православный христианин, мы должны быть готовы к смерти. Ну и вообще, жизнь — это подготовка к смерти. Жизнь — это подготовка к вечной жизни после смерти. Поэтому здесь не стоит так бояться. Понимаете, в чем дело? Поэтому я боюсь. Значит, сколько мне дано жить на этой земле, столько я и буду. Больше или меньше я не проживу в любом случае. По поводу песни «Душа нараспашку» и «Мой дом, Россия». Я простой русский парень Нас таких миллионы Я по жизни шагаю Под счастливой звездою Душа нараспашку Сейчас я читала, есть же ваши поклонники, а есть хейтеры. Они пишут, ну вот, понятно, это модный тренд, народничество. А я, например, поняла, что вы с детства были в народном коллективе и что вы вообще режиссер хора народного. Руководитель, руководитель народного. Да, абсолютно верно. То есть я учился по специальности музыкальной школы, я закончил 7 лет по специальности сольной народной пении, а потом музыкальный колледж на Московске. Я учился в своем городе, на Московске. И потом 4 года на Московский колледж имени Михаила Ивановича Глинки. Там уже я закончил по специальности руководитель народного хора. То есть, получается, суммарно я 11 лет потратил на то, чтобы изучить русское народное творчество. И, безусловно, конечно же, куда я, куда и самое главное, зачем мне это прятать, если это наши корни? Как? Это же даже не обсуждается. Поэтому в своем творчестве я очень активно использую элементы и в вокале, когда пою, всякие разные опевания. Потому что, безусловно, это нужно. И, ну, как вы понимаете, что это, в том числе, и моя отличительная особенность. Можно по этому голосу узнать. Как вы относитесь к исполнительнице Татьяне Куртуковой, которая «Матушка землю» исполнит? Очень хорошо. Эта песня сейчас вообще разрывается. Сейчас ее поют на каждом шагу. И нужно, чтобы таких песен становилось все больше и больше. Поэтому пусть до творческих успехов, чтобы там вот только вперед и выше, как говорится. Чьи песни вы поете в карауке? Ой, я люблю лепс петь в карауке. Как очень практически весь его репертуар знаю. Потому что я, когда работал певцом в ресторане у себя еще, в Новомосковске, я с 15 до 21 года работал певцом. То есть 6 лет. И очень большое количество песен Григорий исполнял. Ну, потому что его песни всегда везде любят. И в городе Новомосковске в том числе. Поэтому я его песни очень хорошо знаю. Кузьмина очень люблю петь. Там Стаса Михайлова. Ну, вот то, что из моего кабацкого прошлого, скажем так. Вы пошли петь. Я тоже вот об этом хотела вас спросить. И пела, очень люблю петь с удовольствием. Ну, то есть Носкова Николая. Ну, вот все, что я в ресторане пел. Хотела как раз вас об этом спросить. Обычно так рано идут работать дети, которые хотят помочь своей семье. Вы пошли работать по каким причинам так рано? Я пришел работать для того, чтобы получить свободу и независимость. Как раз таки от семьи. Потому что я всегда знал и чувствовал. И я никогда не любил быть нахлебником. И человеком, который как-то... Мне так жить было неинтересно. Мне вот хотелось... Ну, видимо, характер такой. Мне хотелось проявить всегда себя, самого. Сколько вы получили в первый месяц работы в ресторане? И что вы купили на этот гонорар? Я даже помню, у меня был рабочий день. Первое мое место. С 9 вечера до 12 ночи. То есть ты 45-50 минут работаешь, 10 минут отдыхаешь. Опять работаешь, дальше 10 начинаешь... Еще работаешь 45-50 минут, минут 10-15 отдыхаешь. И дальше с 11 до 12 ты уже час плотно работаешь. Поэтому вот за эти 3 неполных часа зарплата была то ли 500 рублей, то ли 600. Ну вот как-то так. Но на самом деле музыканты, которые работают в ресторане, они же ведь живут не на зарплату, они живут на... Слово такое есть, парнос. Среди музыкантской кабацкой среды, ребята поймут меня. Заказы. То есть приходит человек, заказывает песню, платит денежку. И ты, если хорошо поешь, он может еще что-то заказать, ну и так далее. Поэтому сумма набегает. Но в целом, наверное, в хорошие времена, там, можно было в месяц спокойно поднимать, ну, наверное, тысяч 35-40. Ну, то есть хватало для того, чтобы можно было снимать квартиру, что, собственно, я и делал. Я уже тогда жил с девушкой, которая впоследствии стала моей первой супругой. Вот. И как раз-таки хватало для того, чтобы спокойно можно было отдельно, самостоятельно жить и не тужить. Общаетесь ли вы с Варей? Безусловно, конечно. Но, опять же, как общаемся? В плане... Отец я, конечно... Когда я приезжаю, я максимально стараюсь включаться и быть папа праздником. Но, по большому-то счету, как бы, вот это происходит редко. И поэтому в этом плане я, конечно, отец так себе, а-а. Вот. Но я что думаю? Что все-таки дочка вырастет и поймет, что ее папа что-то из себя представляет. И все поймет, что это было... Ну, все вот эти вот мои какие-то отъезды наши, то, что мы не видимся, это все было сделано ради того, чтобы я плотно стоял на ногах и всегда мог ей помочь. И чтобы у нее был самый главный пример. Пример. А лучший пример – это вот собственный пример. До сих пор будоражат все эти ваши отношения с Аллой Пугачевой. Я специально пересмотрела тот выпуск «Фактора А», где она говорит там, что вы уходите, и говорит фразу «Я очень рада». Но дальше была эта знаменитая фраза «Вы обо мне еще услышите». Ну вот, собственно говоря, не самый... Ни капли не сомневалась, понимаешь, в этом. И я очень рада. Знаешь что? Между нами помесит манты, как во сне. Что Аллу Борисовну вас так не устроило? Ну, мне кажется, что как раз-таки на этом проекте она, по-моему, только хорошее обо мне говорила на самом-то деле, и ничего плохого. И она... Можно было... Можно проследить по выпускам. Она очень высоко отзывалась. Поэтому это как проект был еще 11 лет назад. Я только-только переехал в Москву, поступил здесь в институт имени Гнесиных, и вот как раз-таки сразу пошел. Прошел эти кастинги, попал на этот проект. Поэтому это, конечно, безусловно, тогда мне здорово помогло, потому что... Ну, там же ведь члены жюри не только она была. Там еще была и Лолита, Игорь Николаев и Роман Емельянов. Прекрасно общаемся со всеми. Ну, кроме, понятно, вот Алла Борисовна, мы, кстати, после того, как проект закончился, мы с ней не пересекались ни разу, даже не общались. Вообще такой человек, что, знаете, как у Михаила Афанасьевича Булгакова, да, никогда ни у кого ничего не просить, в особенности тех, кто сильнее вас сами все предложат и сами все дадут. Поэтому я никогда ни у кого не просил, ничего, и очень этому рад. Особенно сейчас. Я задам тогда немножко по-другому вопрос. Был этот громкий скандал. Стас Михайлов сказал, что все уехавшие приползут. А Алла Борисовна ему так сказала, таким голосом, что типа, не собираются нормальные люди возвращаться туда. Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. Народ очень обиделся, что, получается, мы тут все ненормальные. Как вы к этому, назовем это слово, приличным спору отнеслись вот такому всенародному? Я очень огорчен, что Алла Борисовна назвала Россию словом туда. Да. Мне кажется, достаточно. А вообще, к тому, что сейчас говорят Макаревич, Дмитрий Назаров назвал нас вообще хорьками. Как вы относитесь к тому, что товарищи, ну уехали и уехали, в конце концов. Ну зачем вы все время какое-то льете, скажем так, льете грязь? Я считаю, что нам нужно всем перестать оглядываться назад. И свой взор нужно устремлять вперед, в светлое будущее. Где скоро нас всех ждет победа. В день российского флага вышел клип «Родина-мать». Почему вы решили в этом мероприятии масштабном, где очень много артистов, принять тоже участие? Ну, там все мои друзья, и я с удовольствием присоединился к этой акции. И если отмотать все время в 2022 год, то все же самые артисты снимались и в моей песне. В песне «Встанем», помните? Шаманы, все звезды поют песню «Встанем». И вот сейчас наоборот. То есть я вот как раз к Николаю Расторгуеву заглянул на огонек. К его песне присоединился. И его песня. Да, поэтому мы с ним тоже очень прекрасно дружим. И, кстати говоря, пользуясь случаем, хочу передать привет Игорю Матвиенко, с которым мы совместно сейчас готовим оперу «Князь Владимир». Основную партию исполняет Ярослав Дронов, а его ближайший исподвижник Федор исполняет «Ваш покорный слуга». Это будет масштабная просто этно-опера, постановки, репетиции идут достаточно напряженные. Артисты все вовлечены, в том числе я тоже. Я играю там князя Владимира. Это как раз-таки тот самый момент, что примечательно, что на момент, когда князь Владимир, вот этот переход был от язычества к христианству, мы же все такими убеленными серединами старца представляем его все на картинах и так далее. Почему вы эту оперу вообще, вот я имею в виду идейно, почему вы решили подписаться на это? Ну вообще опера это то, что сейчас вообще не происходит. Игорь Матвиенко, как человек гениальный, он писал эту оперу то ли 8, то ли 10 лет. Это такая давняя история. И кто сейчас пишет оперы, я вот так не могу припомнить. И здесь такая возможность выдалась поработать именно с крупной формой, потому что все-таки для разнообразия я-то в своем проекте «Шаман» как бы могу и то, и то, и то. Но иногда интересно все-таки поработать просто исполнителем. Таким как бы вот пусть главным, но винтиком в системе. Поэтому для разнообразия я с удовольствием, не раздумывая даже, согласился и нисколько не жалею. Потому что, конечно, подготовка и этноопера, постановка ждет нас просто супермасштабно. Мы говорили про то, что у вас будет концерт на Красной площади. До этого был только у Пола Маккартни. А есть ли какие-то западные артисты, которые для вас кумиры? И вопрос у меня в том, собственно, почему наши артисты, когда уезжали за границу, никогда не становились там звездами? Ну, это два вопроса. Давайте мы их разделим. Что касается кумиров, когда ты занимаешься музыкой, ты стараешься рассуждать не как любитель, обыватель, а как профессионал. Поэтому в музыке, ну, наверное, слово кумира не очень подходящее. В музыке есть люди, на которых там как бы хотелось бы ориентироваться, равняться, или что-то можно позаимствовать оттуда. И, безусловно, в моем творчестве есть такие люди, как и Майкл Джексона, как Фредди Меркери. Ну, я уже об этом тоже говорил. И мой любимый Джим Моррисон, лидер группы The Doors. И Питер Гэбрилл, которого я просто обожаю. И он мне просто... Это альбом Passion. Я в 15 лет его переслушал. Он мне просто свернул. Все элементы, все наслушанности, насмотренности, их можно видеть и в моем творчестве, и в моем исполнении, и в моих костюмах, в моих образах. Поэтому вот то, что я когда-то насмотрел, наглядел, и в том числе и народное вот это творчество, тоже замешиваю как бы в костюмы. Все это... Я состою из того, что я когда-то услышал и увидел. Вот так вот. Поэтому, что касается второй части вопроса, почему звезды, которые уехали, не добились популярности, но у нас есть группа Парк Горького, которая прекрасно, в общем-то, можно привести в пример. Пожалуй, наверное, все так вот, чтобы ярко... Группа Тату неплохо гастролировала. Да, группа Тату, но... А если вернуться столетия назад, то и Стравинский, и весь Серовский балет... Безусловно. Все были прекрасно востребованы. Вообще классическая история, конечно. У нас, кстати говоря, мой товарищ Сергей Полунин, просто он же учился в Лондонской академии балета, кажется, так она называется. И он там был номер один, значит, во всем мире. То есть он прям... Пожалуйста. Но это немножко другая история. Все-таки эстрадная музыка, где есть, присутствуют уже песни, легкие песни, все-таки там другой менталитет. Это сложная история. То есть это надо думать на этом языке, это надо родиться там, это надо быть там. Это надо... Ну, мне кажется, это сложная тема. Поэтому я даже туда не смотрю в ту сторону. Сейчас возвращаются на Западе к Чайковскому. Какое-то время назад пробовали все поотменять. Типа, все российское нам не надо. А вот как вы считаете, насколько вообще это была затея возможной? Вы знаете, несмотря на то, что пытаются там отменить, я считаю, что это, безусловно, никогда не получится сделать. Почему? Потому что мир без русской культуры не был бы таким, каким мы его сейчас представляем. И все технологии, которые говорят, ну а так как же сейчас там вот и так далее. А вот может быть, условно говоря, Стив Джобс, когда создавал свой айфон, он Чайковским вдохновлялся. Мы же ведь этого не знаем. А может быть, именно творчество Рахманинова повлияло на это. Понимаете, в чем дело? Мы же этого не знаем. Но одно могу сказать точно, что мир без русской культуры невозможен.